Продолжение следует... 1916 года. Первая мировая война. В начале марта начальник авиации и воздухоплавания русской армии великий князь Александр Михайлович направляет доклад в штаб верховного главнокомандующего. Появление у немцев и австрийцев быстроходных и хорошо вооруженных аппаратов истребителей вызвало необходимость формирования и у нас отрядов истребителей, задачей которых являлась бы борьба с воздушным противником. В то время начиналась подготовка к масштабному наступлению русской армии. От него зависел весь дальнейший ход боевых действий. И хотя военная авиация на тот момент являлась самым молодым видом вооруженных сил, она уже оказывала заметное влияние на ход сражений. Поэтому вопрос доминирования в небе являлся одним из ключевых. Ознакомившись с докладом, начальник штаба русской армии вынес резолюцию. Принципиально согласен. Однако на тот момент русская авиация уступала врагу и качественно, и количественно. Именно в таких сложных условиях и рождалась отечественная школа воздушного боя. Краснодар. Высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза Анатолия Серова. Учебный день здесь по традиции начинается с подъема государственного флага Российской Федерации. Затем, под звуки оркестра, курсанты торжественным маршем проходят по плацу. Чеканя шаг в строю идут будущие летчики-штурмовики, летчики-бомбардировщики, командиры экипажей военно-транспортной авиации. В этом же строю и будущие истребители. Даже в такой сложной области, как военная авиация, это особая летная профессия, требующая сочетания разных человеческих качеств. Физической силы, выносливость, интуиция, умение правильно действовать в условиях дефицита времени и, наконец, бойцовского характера. Всегда хотел служить в армии. У меня родители, и мама, и папа у меня военные, ну, в запасе уже. Всегда хотел служить в армии, и как-то больше тянуло к небу, к авиации. Мне очень нравилось смотреть выступления пилотажных групп, как истребители выполняют какие-то маневры. Мне это всегда нравилось, всегда вдохновляло. Как-то вот решил истребительно нарядиться. Она мне ближе всего, наверное, под уху. Я решил стать летчиком, во-первых, потому что пойти по стопам отца. Отец у меня, Ващук Илья Михайлович, заслуженный летчик в госпитале, Героя Российской Федерации. Ты, я, конечно же, всю жизнь, с детства в летной сфере, у меня с самого рождения желание появилось стать летчиком. Но чтобы осуществить свою мечту, одного желания мало. Во время учебы курсантов ждут сложные физические и психологические тесты, по результатам которых и будет вынесено окончательное решение. И для кого-то вердикт комиссии может быть отрицательным. Наверное, все-таки самое главное, это надо любить вот эту профессию. Все-таки мы готовим летчиков в плане защитника Отечества. То есть, если нет такой направленности, именно тяги к защите Отечества, к тому, чтобы исполнять свой воинский долг, будучи летчиком, в какой-то момент, возможно, и придется пожертвовать, в том числе и собой. История российской авиации или советской авиации, она имеет ряд примеров, когда для выполнения задачи приходилось летчику-истребителю жертвовать именно собой, ну и машиной. Становление военной авиации произошло на полях Первой мировой войны. Изначально ее работой были разведка и корректировка артиллерийского огня. И самолеты быстро доказали свои исключительные возможности. С высоты птичьего полета позиции противника были как на ладони. Причем в первые месяцы боевых действий преодоление линии фронта самолетами-разведчиками происходило беспрепятственно. Эффективных средств борьбы с ними еще не изобрели. Так в августе 2014 года, когда немцы вторглись на территорию Франции, воздушная разведка дала сведения французскому командованию о направлении главного удара германской армии. Это позволило нанести контрудар по противнику и в конечном итоге одержать победу в сентябрьском сражении на реке Марне. В результате немецкий стратегический план, рассчитанный на достижение быстрого результата, был сорван. Осенью того же года разведывательная авиация сыграла важную роль и на Восточном фронте при наступлении русской армии в Галиции. Авиаторы нашли наиболее уязвимые места в обороне противника с наименьшим числом войск и артиллерии. Теперь любая военная операция была уже немыслима без воздушной разведки. Следующим и вполне логичным шагом стало использование аэропланов для бомбардировки. Бомб первые самолеты брали немного, всего 50-100 килограммов, и по боевой мощи они не могли соперничать с артиллерией. Но дальность стрельбы артиллерийских орудий, как правило, не превышала 20 километров. В то время как авиация могла уже воздействовать на глубокий тыл противника, на удалении до 150-200 километров от линии фронта. В общем, с каждым днем войны самолеты доставляли все больше и больше проблем всем противоборствующим сторонам. А ведь были еще и дирижабли. По сравнению с аэропланами, они имели большую дальность полета, до 2000 километров, и большую грузоподъемность, до нескольких тонн. Во всех армиях стали искать пути противостоять воздушной угрозе. Во-первых, для этого привлекли наземные средства, пушки и пулеметы. И главное, решили использовать для этого сами самолеты. Наиболее дальновидные авиаторы пытались проводить подобные опыты еще до войны. Сентябрь 1913 года. В России проходят маневры войск Киевского военного округа. И вот в один из дней учений над расположением 11-го авиаотряда появляется разведывательный самолет «Фарман» условного противника. Командир отряда приказывает быстро подготовить к вылету свой аэроплан «Ньюпор». Садится в кабину, запускает мотор и взлетает навстречу «Фарману». В то время какого-либо оружия на борту самолетов не было. Поэтому летчик «Ньюпора», стремясь напугать противника, пролетает буквально перед самым носом «Фармана». После этого он, выполнив разворот, повторил опасный маневр. Пилот «Фармана» пришел в ярость от такой наглости. Он прервал выполнение разведки и повернул назад. Победителем этой воздушной дуэли был никто иной, как выдающийся русский летчик Петр Николаевич Нестеров. Уже после полета кто-то из наблюдавших развернувшуюся в небе сцену заметил Нестерову, что, мол, реальная война – это не маневры. И летчик-неприятель так попросту со своего пути не свернет. На что Нестеров ответил – не свернет, а буду его бить колесами сверху. И полетит он не домой к себе, как вот сейчас, а кубарем на землю. В начале своей воинской карьеры Петр Нестеров был артиллеристом. В 1910 году участвовал в опытах по взаимодействию летательных аппаратов и артиллерии. Он поднимался в небо на аэростате в качестве наблюдателя и корректировал огонь орудий. С его участием была выработана система коротких письменных сообщений, которые сбрасывались на землю. Видимо, тогда он и понял, какое влияние могут оказывать летательные аппараты на ход военных действий. В 1913 году Нестеров и сам выучился летному делу. Он сразу стал ломать сложившиеся стереотипы. В то время из-за соображений безопасности аэропланы летали, как говорят в авиации, блинчиком. То есть совершали повороты без крета. Однако Нестеров, еще будучи курсантом, доказывал, что можно делать энергичные виражи, наклоняя самолет под углом. В пылу спора он даже заявил, что аэроплан способен выполнить мертвую петлю, описать окружность в вертикальной плоскости. Сокурсники даже посвятили своему неуемному товарищу стих-загадку под заголовком «Кто он?». Ненавидящий банальность полупризнанный герой бьет он на оригинальность своею мертвой петлей. И тут же последовал ответ от Нестерова. Не мир хочу я удивить, не для забавы Элизадора, а вас хочу лишь убедить, что в воздухе везде опора. В августе 13-го года, сделав предварительно необходимые математические расчеты, Нестеров уже на практике доказал всем свою правоту. Он выполнил маневр, который позже назовут в его честь. Сегодня петля Нестерова – это обязательный элемент высшего пилотажа и один из приемов воздушного боя. Как и вираж в горизонтальной плоскости с большим креном. И чем быстрее самолет может выполнить разворот на 360 градусов, тем выше его маневренность. Это позволяет либо оторваться от противника, либо, наоборот, догнать его. По сути, Нестеров стал основоположником и высшего пилотажа, и способов ведения воздушного боя. Вряд ли Петр Николаевич в полной мере понимал дальнейшую судьбу своих замыслов. Но то, что самолет можно использовать как воздушного бойца, он уже тогда доказал наглядно. Когда на киевских маневрах 13-го года Нестеров вынудил самолет-разведчик прервать выполнение задания, он совершил, возможно, первый в мире перехват воздушного противника. В начале Первой мировой войны 11-й корпусной авиаотряд, которым командовал Нестеров, обеспечивал воздушную разведку на Юго-Западном фронте. Столкнувшись в небе с вражескими летательными аппаратами, летчик продолжил искать способы борьбы с ними. В то время аэропланы специального бортового вооружения для уничтожения самолетов противника по-прежнему не имели. Поэтому экипаж мог обстреливать неприятеля только из личного оружия, карабинов или пистолетов. В русской авиации летчики часто брали с собой в полет пистолет системы «Маузер». Вот это видно на кадрах кинохроники. У «Маузера» была одна особенность. Его деревянную кобуру можно было пристыковать к пистолету и использовать как приклад, что упрощало прицеливание. Однако эффективность огня по воздушному противнику все равно оставляла желать лучшего. Движущаяся цель сама по себе довольно-таки сложна. Кроме того, необходимо было сблизиться с ней на расстояние пистолетного выстрела. Ну, это порядка 50 метров. При этом свой самолет постоянно болтало в воздухе. Ну, конечно, успешные случаи таких атак были, но это скорее, как говорится, исключение, чем правило. Для борьбы с дирижаблями Нестеров решил оснастить свой самолет ножом. Его пилообразное лезвие было закреплено в хвостовой части. Уже в полете с помощью специальной тяги оно опускалось в вертикальное положение. По задумке им предполагалось вспарывать оболочку воздушных гигантов. Но на участке фронта, где находился отряд Нестерова, вражеские дирижабли не появлялись, и опробовать свое изобретение летчику не удалось. Не менее экзотически выглядело и другое предложение, на этот раз для борьбы с самолетами. На своем аппарате Нестеров закрепил трос с 5-килограммовой гирей. Он предполагал, что, пролетая над аэропланом противника, можно будет либо опутать его пропеллер тросом, либо разбить его гирей. Утром 26 августа 1914 года над аэродромом 11-го корпусного авиаотряда показались австрийские самолеты-разведчики. Они держали курс в тыл русской армии. Нестеров решил испытать свое приспособление. Однако на взлете трос с гирей оборвался. Попытка же прервать полет врага, просто маневрируя перед его носом, к результату не привела. Раздосадованный Нестеров вернулся на аэродром. Ему вспомнился разговор, состоявшийся год назад во время киевских маневров. Через полтора часа австрийцы уже держали курс обратно. Один из самолетов отделился от группы и стал вызывающе кружить над аэродромом. Штабс-капитан Нестеров вновь поднял свою машину в небо. Набрав высоту полторы тысячи метров, летчик перевел аэроплан в пикирование и устремил его на врага. Через считанные секунды все было кончено. Как и предсказывал Нестеров, австрийский разведчик Кубарем полетел на землю. Это был первый в мире воздушный таран и первая победа русской авиации. Но от этого удара разрушился и самолет Нестерова. Петр Николаевич погиб. Поиски надежного оружия для уничтожения вражеских аэропланов вели все противоборствующие стороны. В 15-м году русские летчики все чаще стали встречать в небе немецкие самолеты, вооруженные пулеметами. Казалось бы, решение всегда лежало на поверхности. Автоматическое скорострельное оружие как нельзя лучше подходило для стрельбы по скоростным целям. Но штатным оружием аэропланов пулемета стали не сразу. В 13-й год поручик Поплывков ставили на Формане 15-м пулемет «Максим». На полигоне производились стрельбы по мишеням солдат, потом по поднимающимся воздушному шару. Опыты прошли успешно, но все это осталось на бумаге, и практически авиация встретила войну безоружной. Поначалу далеко не все считали, что пулемет на самолете нужен вообще. Некоторые авиационные начальники опасались, что летчики начнут гоняться за воздушным противником в ущерб основному заданию – разведке или бомбардировке. Когда же сомнения в целесообразности такого шага отпали, возникли чисто технические проблемы. Где расположить оружие? Как закрепить его? Кроме того, пулемет с боекомплектом – это лишний вес, что могло сказаться на летных данных аэроплана. В начале Первой мировой военные самолеты были в основном двухместными. В одной кабине находился пилот, в другой – наблюдатель. Он выполнял визуальную и фоторазведку бомбометания. Ему же доверили и стрельбу из пулемета. По типу расположения силовой установки, одномоторные самолеты того времени делились на два типа. Первый – это машины с тянущим винтом. Он находился в носу. Второй – машины с толкающим винтом. В данном случае он располагался позади фюзеляжа. У самолетов с тянущим винтом пулемет устанавливался в задней кабине. Огонь из него можно было вести только назад и вбок, или, как говорят в авиации, в заднюю полусферу. В дальнейшем такое оружие назовут оборонительным и будут использовать на бомбардировщиках. Для истребителей предпочтительнее вести огонь вперед, чтобы направление стрельбы максимально совпадало с направлением атаки. И таким задачам больше отвечали самолеты с задним расположением мотора. Их винт не мешал стрельбе. Однако самолеты такого типа, в силу особенностей их аэродинамики, имели худшие летные характеристики, особенно скорость. Нужно было искать другое решение. В результате на свет и появился самолет, главным предназначением которого стал воздушный бой. Первыми классическими самолетами-истребителями принято считать французский Моран Солнье и немецкий Фоккер Айндеккер. Это были одноместные машины. Дело в том, что для достижения превосходства аэропланы такого класса должны обладать большей скоростью и лучшей маневренностью. Поэтому отказ от второго члена экипажа позволил снизить массу аппарата и тем самым улучшить его летные характеристики. Пулеметы на этих аэропланах были жестко закреплены строго по курсу. И прицеливание летчики производили маневром самолета. Но как же вести стрельбу, когда впереди вращается пропеллер? Для истребителя Моран Солнье его конструкторы предложили следующую идею. На лопастях винта они установили стальные уголки-отражатели, которые защищали винт от поражения пулями. Однако такой способ имел свои недостатки. Нарушалась аэродинамика пропеллера, из-за чего падала скорость. К тому же часть боеприпасов расходовалась понапрасну. Изучив этот опыт, немец Антони Фоккер сконструировал более рациональное устройство. На истребителе Фоккер-Айн-Деккер пулеметный огонь был синхронизирован с частотой вращения винта и прерывался в тот момент, когда на линии стрельбы оказывались лопасти. Такие пулеметы получили название синхронных и применялись до середины 20 века, то есть до окончания эры поршневой авиации. Впервые немцы использовали Фоккер на Западном фронте в противостоянии с французами. И его успехи были феноменальными. За несколько недель французская авиация лишилась десятков самолетов. Даже ходило такое выражение – бить Фоккера. То есть нечто такое страшное, ужасное. К весне 16-го года синхронными пулеметами обзавелись французы и англичане. После чего война в воздухе вышла на новый уровень. Количество сбитых самолетов стало неуклонно расти. Появились и первые летчики-ассы. Для того, чтобы заслужить это звание, французу, русскому или британцу нужно было одержать пять официально зарегистрированных побед. А немцу или австрийцу – семь. Но поначалу даже одна победа считалась отличным результатом. Ведь, несмотря на все технические ухищрения, сбить самолет противника было непросто. Повышенные требования предъявлялись уже не только к самим летательным аппаратам, но и к навыкам летчика. Известный французский ас Первой мировой войны, Рене Фонг, говорил, что истребитель должен фехтовать своим самолетом, как фехтовальщик своей шпагой. То есть это должно быть продолжением его тела. Кстати, еще один интересный факт. В те времена бытовала такая вот теория, что летчиками-истребителем могут быть только те люди, у которых есть врожденный птичий инстинкт или птичий чутье. А какие требования сегодня предъявляются к будущему летчику-истребителю? Во-первых, это здоровье. К летчику-истребителю предъявляются более жесткие требования, чем к летчикам других родов авиации. Во-вторых, это физическая подготовка. Физическая подготовка именно на выносливость, на перенесимость больших нагрузок. И причем перенесимость больших нагрузок, оно не должно сопровождаться потерей работоспособности. Ведение воздушного боя предполагает пространственные маневры со стремительно меняющейся воздушной обстановкой. Летчик должен успевать контролировать параметры полета, определять пространственное положение своего самолета и самолета противника. Все это происходит на больших скоростях и сопровождается перегрузками до 9 единиц. При этом летчик должен иметь ясный ум и адекватно оценивать происходящее. Для будущего летчика, особенно для летчика-истребителя, очень важен вестибулярный аппарат. На приемной комиссии проводится исследование вестибулярного аппарата, то есть когда лор-врач крутит в специальном кресле в течение трех минут, никакие изменения недопустимы, соответственно. То есть когда в полете, не дай бог, у него возникнет тошнота, или, не дай бог, рвота, или, не дай бог, он спотеет в обмандировании, это может привести к фатальным последствиям. На колпачок смотрим только глазами, головой не водим. На специальность истребительной авиации был набор всего лишь 10 человек. А желающих было порядка 170. Нам давались тесты на прохождение, которые позволяют определить нашу реакцию, нашу психологическую подготовленность и психологическую пригодность к данной профессии. Егор Юрьевич, вам предстоит выполнить задание, всего три задания, арифметический счет, быстрый арифметический счет в условиях дефицита времени. Курсант сидит перед монитором, на который выводятся простейшие математические примеры. При этом в наушниках испытуемого звучит отвлекающий шум, имитирующий радиообмен. Надо максимально быстро дать правильный ответ. 6, 2, 7. Сейчас вам будет предложен методик, вам необходимо реагировать на набирающийся сигнал. Если сигнал зеленого цвета, то вы реагируете правой рукой, нажимая кнопку «Да». Если сигнал красного цвета, то левой рукой нажимаю кнопку «Нет». На первый взгляд все это кажется не очень сложным. Но тут дело именно в скорости принятия решения и в том уровне стресса, который испытывает человек. Счет идет на секунды, а порой и на доли секунд. Сейчас это банальные разноцветные лампочки. А в реальном воздушном бою любая заминка может стоить жизни. Летчик находится в кабине один. Если, например, военно-транспортная авиация, там два пилота, еще и штурман, если еще и бортинженер, то истребитель в кабине один. И выполняет все задачи, то есть производит совмещенную деятельность, так называемую. Он и за штурмана работает, и за второго пилота, и за радиста. Плюс истребитель, само название этой профессии, специализация летная, точнее, будет сказать, истребитель, она предназначена для истребления. То есть для того, чтобы он истреблял, человек должен быть активным очень, обладать лидерскими качествами. Он должен обладать склонностью к риску, осознанному риску. К формированию первых истребительных авиаотрядов в русской армии приступили весной 1916 года. Однако эта работа затянулась на полгода. В первую очередь не хватало самолетов, соответствующих новой задачи. В то время авиапарк русской авиации состоял в основном из аэропланов иностранного происхождения. Однако в России новейшие французские и английские аэропланы появлялись с задержкой, а те, что имелись, уступали немецким. Так, к лету 16-го года лучшим истребителем в русской армии был французский биплан Ньюпор-10. Его пулемет не имел синхронизатора и устанавливался на верхнем крыле. Конечно, это полностью исключало риск прострелить лопасти, но, с другой стороны, из такого пулемета было довольно сложно прицелиться, и еще сложнее было его перезаряжать или устранять какие-то задержки в полете. Летчику приходилось вообще смертельно акробатический трюк совершать, то есть отстегнуть привязанные ремни, встать на пол кабины, зажав между ног ручку управления. Далеко не все на это решались. Многие после того, как расстреливали один диск, 96 патрон, считали, что все, боевая задача выполнена, можно возвращаться. По скорости Ньюпор-10 проигрывал лучшим немецким самолетом. И чтобы противостоять более совершенной технике, необходимо было кардинально улучшить тактику использования истребителей. В июле 16-го года на Юго-Западном фронте отдельные авиаотряды были объединены в первую боевую авиационную группу. Благодаря этому удалось создать численный перевес на решающих участках фронта. Боевые авиационные группы в русской армии были созданы прежде всего для борьбы с вражескими разведчиками и легкими бомбардировщиками, которые, начиная с 16-го года, в общем, здорово уже досаждали нашим войскам на передовой. Особенно корректировщики, которые висели над линией фронта, они уже были оснащены радиостанциями и управляли огнем вражеской артиллерии. Сделать с ними было ничего невозможно, потому что зенит на груди до них не доставали. И поэтому решили создать специализированные истребительные подразделения, которые бы работали не просто как пожарная команда по вызову, что, а, вот там вот появился разведчик, корректировщик, его надо снять, туда надо послать самолет, чтобы его сбить. Ну, естественно, пока наш самолет туда прилетал, этот уже улетал, сделал свое дело. Поэтому в 16-м году наши решили перейти не к разовым вылетам, вот по случаю, по вызову, а к регулярному патрулированию линии фронта и атаке тех вражеских самолетов, которые над этой линией фронта появлялись. Чтобы не пустить противника в охраняемое пространство, применялся особый метод построения боевого порядка. Истребители находились в воздухе на разном удалении от линии фронта и на разной высоте. От нескольких сотен метров до 4-х километров. Это был потолок для аэропланов тех лет. Когда один из летчиков замечал противника, он брал курс на врага и выстреливал сигнальную ракету. Увидев ее, другие пилоты группы устремлялись ему на подмогу. Кроме того, за появлением летательных аппаратов противника следились земли. Вдоль линии фронта была организована сеть наблюдательных постов, связанных с аэродромами телефонной связью. По опыту боевого применения первой авиационной группы в марте 17-го года решили сформировать еще три подобных подразделения. К тому моменту обновился и авиапарк. В русской армии появились истребители, вооруженные синхронными пулеметами. Такие как Ньюпор-17. Его максимальная скорость достигала 165 километров в час. Хороший показатель для того времени. Однако набрать так необходимый боевой опыт русским летчикам-истребителям было непросто. Интенсивность войны в воздухе на Восточном фронте была на порядок ниже, чем на Западном. Если в русской армии за все годы войны было 150 летчиков-истребителей, то у французов свыше тысячи. Летом 1916 года, в частности во времена Брусиловского прорыва, воздушные бои на русско-германском, русско-австрийском фронте все-таки были еще не очень распространенным явлением. Во всяком случае, не каждодневным, это точно. То есть если на Западе к тому времени, там вот под Верденом, на Сомме уже там шли такие воздушные мясорубки с участием десятков самолетов с обеих сторон, у нас, как правило, бои были один на один, редко когда два на один или там один на два. Причем далеко не всегда эти бои были результативными. Тон в истребительной авиации тех лет задавали немцы. Они имели лучшую технику и лучших пилотов. Германия больше других воюющих стран сделала для возникновения культа аса. Лучшие немецкие летчики получали многочисленные награды. Их боевые подвиги всячески восхвалялись в прессе. Летчиков асов назначали на командные должности. Самым результативным был Манфред фон Рихтгофен. Лучший ас Первой мировой. На его счету было 80 сбитых самолетов. Рихтгофен получил прозвище Красный Барон, так как летал на самолетах красного цвета. Среди них был триплан Фоккер-Драйдеккер, один из самых маневренных истребителей той войны. Среди немецких летчиков-истребителей не безинтересно вспомнить еще двух. Первый из них Эрнст Удетт. Второй по результативности ас Германии той войны с показателем 62 победы. Второй Герман Геринг. 22 воздушные победы. Впоследствии оба станут идеологами строительства Люфтваффе, военно-воздушных сил фашистской Германии. Поначалу против России немцы свои лучшие авиационные силы не использовали. Однако летом 16-го они перебросили на Восточный фронт, специализированную истребительную эскадрилью «Обер-Ост». В нее входили летчики с большим боевым опытом. Противостоять им было гораздо сложнее. Чтобы повысить свое летное мастерство, 15 русских пилотов отправились на стажировку к союзникам, во французскую армию, и воевали в составе ее военно-воздушных сил. Среди них были подпоручик Иван Орлов и штабс-капитан Евграф Крутин. Их направили в третью эскадрилью знаменитой группы воздушного боя «Аисты». В ней служил один из лучших французских асов Жорж Геннемер. За годы войны на его счету было 53 победы. На этих кадрах кинохроники Геннемера награждают орденом почетного легиона. Совместная боевая работа со столь опытными пилотами принесла большую пользу русским летчикам. Полученные знания подпоручик Орлов обобщил в книге, получившей название «Приемы воздушного боя». Он так описывал один из наиболее безопасных способов выполнения атаки. В исходном положении надо быть выше противника на 500 тысяч метров и иметь солнце сзади. Пикировать на неприятеля лучше перпендикулярно его полету. На снижении пройти под ним, затем ввести самолет в петлю, которую закончить доворотом на противника и выводом под его фюзеляж. В таком положении атакующий будет закрыт от ответного огня, а враг открыт для поражения. Своим опытом поделился и штабс-капитан Евграф Крутин. Он вообще считается основоположником тактики воздушного боя. По его трудам учились многие поколения летчиков-истребителей. Он одним из первых сформулировал требования к самолету-истребителю, главными из которых считал высокие горизонтальную и вертикальную скорости, маневренность или, как тогда говорили, верткость. Крутин обосновал эффективность такого боевого порядка, как пара, в котором ведущий и ведомый взаимно прикрывают друг друга. Производить атаки он рекомендовал в основном из задней полусферы, то есть заходя в хвост противнику. При этом скорости атакующего и атакуемого самолетов выравнивались. Поэтому прицеливание и стрельба выполнялись как по неподвижной цели. И, конечно, одним из главных принципов он считал внезапность атаки. Всего за годы Первой мировой летчики русской авиации сбили около двухсот самолетов. Больше половины из них это победы асов. Их было 14 человек. Самым результативным стал полковник Александр Казаков. Он вторым после Нестерова совершил воздушный таран, при этом сам благополучно приземлился. Всего на его счету 16 подтвержденных и 5 неподтвержденных воздушных побед. Исходное положение противник и наши истребители на встречных курсах. Дальность 35-40... Современное поколение российских авиаторов готовится продолжить славные традиции отечественной военной авиации. С одной стороны, сегодняшним курсантам сложнее. Им предстоит овладеть несравненно более сложной техникой. С другой даже проще. У них есть богатый опыт их предшественников. То, что первым поколением военных летчиков приходилось постигать, рискуя жизнью, сегодня можно изучать в тиши учебных классов и на тренажерах. Тренажер предназначен для первоначального обучения летным навыкам при пилотировании самолета. А также отработки действий в особых случаях в полете. Отказы от двигателей различные, гидросистемы, электроснабжения. Он помогает отработать все эти моменты на земле и довести данные моменты до автоматизма. К самостоятельным полетам курсанты приступают на третьем курсе. Сегодня основным учебным самолетом является Як-130. Это сверхсовременная машина с цифровым бортовым оборудованием. Аэродинамика и систему управления Яка позволяют имитировать полет практически любого военного самолета. Например, систему можно запрограммировать под МиГ-29 или Су-27. Также возможно смоделировать маневренный воздушный бой или атаку наземных целей. В боевом варианте Як-130 может нести разнообразное ракетно-бомбовое вооружение. Это один из лучших, а, наверное, самый лучший учебно-боевой самолет в мире. Он очень много прощает в воздухе. То есть можно вытащить его на большие углы атаки при пилотинге, можно потерять скорость. Он все равно не даст не сорваться в штопор, но если ты не полный идиот, то он тебя предупредит еще много раз о том, что вот смотри, мала скорость, думай, действуй. Он прощает очень много. Он удобен при обучении курсантов. На четвертом и пятом курсах курсанты уже выполняют простой и сложный пилотаж, обучаются воздушной навигации, групповой слетанности, получают первоначальные навыки применения бортового оружия. Начинаем с перехвата по неманевренным целям на средней высоте, потом на малую высоту и дальше уже выходят на маневренные воздушные бои как в окончании. Но это уже будет, когда курсант уже выпустится, станет офицером, попадет в строевую часть, где будут его уже наши собратья обучать таким премудростям маневренному воздушному бою. Истребительная авиация идет в бои, чтобы защищать свою родину, своих товарищей. Это щит отечества. Я бы хотел дослужиться до командира эскадрильи. Потом, когда уже подойдет возраст, когда придется закончить летную службу, хотел бы продолжить службу в войсках. Ну, наверное, хотел бы закончить военную службу не меньше, чем за ней генерала. Минуло уже более ста лет с рождения военной авиации. Все эти годы воздушный бой являлся и показателем возможностей авиационной техники, и оценкой мастерства летчиков. Лишь когда обе эти составляющие находились на самом высоком уровне, можно было рассчитывать на успех в отдельном бою, в сражении и, наконец, в войне. Опыт, полученный русскими авиаторами во время Первой мировой, стал хорошей отправной точкой для остановления Отечественной школы воздушного боя. Редактор субтитров А.Семкин